Рисуем равносторонний треугольник на верхней стороне, равносторонний треугольник на правой стороне. Квадрат давайте обозначим. К стороне ВС я пририсовываю какой-то равносторонний треугольник ВСХ. К стороне СД пририсовываю равносторонний треугольник СД. Задача. Найти величину угла yax на сторонах квадрата, очень важно, что это квадрат, не произвольный человек, а квадрат. На сторонах квадрата нарисовали направо и наверх по односторонним углам. Найти величину угла yax. Постарайтесь, пожалуйста, когда рисуете в картах, рисовать более или менее симпатичные картинки, не жалейте потратить лишнюю секунду на реалистичность чертежа, потому что некоторые, к сожалению, чертежи совсем-совсем странные. А если чертеж у вас очень сильно не похож на реальность, то, конечно, решать будет тяжелее. То есть вовсе не обязательно всегда рисовать циркули, линейки. Иногда это полезно. Кстати, ребята, все знают название программы, которая категорически изменила школьный куст геометрии. Таких программ уже несколько. Я больше всего люблю программу под названием «Живая геометрия». Так называемый «Математический конструктор». В общем, ребята, я на вашу страничку. Ваша страничка называется «Третий и пятый класс». Я положу ссылку на «Живую геометрию». Она удивительно маленькая, эта программа. Вся программа занимает то ли два мегабайта, то ли три. По нынешним меркам вообще смешная. Но она позволяет делать абсолютно точные геометрические школьные чертежи. Нет, разумеется, любые современные какие-то серьезные рисовальные программы тоже позволяют, но я не советую их пользоваться. Потому что если вы возьмете какой-нибудь там серьезный графический редактор, обычно он слишком умный. Он будет пытаться вам или сразу все пространственно рисовать, или нам объяснить еще какие-то технические такие подробности, которые вам абсолютно для школьной программы не нужны. Значит, вот «Живая геометрия» или «Геоджеп», или вот эта вот «Математическая конструкция» замечательны тем, что там наставлены в точности вот именно школьных геометрии. Можно, например, сказать ей «Нарисуй угол 47,3 градуса». Представьте себе, я буду рисовать угол 47,3 градуса. Смогу я это сделать? Нет, я сейчас смогу, но с ошибкой. Да? А компьютер считает идеально. То есть вы... Кстати, это одна из причин, почему я этот курорт провожу для такого юного возраста. Между прочим, еще там где-то каких-нибудь там 20 лет назад, идея, что заниматься геометрией с людьми вашего возраста, была бы абсолютной дикостью. И считалось, что, чтобы изучать геометрию, надо много рисовать циркулем и линейками. Компьютеров не было. Ну, по-настоящему доступно. Раз много рисовать циркулем и линейками, то граждане вашего возраста обязательно этот циркуль или себе куда-нибудь засунут, или в товарища куда-нибудь засунут, или сломают. Ну, сломают это самое легкое, да, самое лучшее. А значит, надо дождаться, когда человек будет предпенсионного возраста, когда он уже балуется с циркулем и будет, и вот тут-то его можно уже учить геометрии, потому что это уже стало безопасно. Ребята, сейчас можно ни разу не дотрогнуться до острого циркуля, а просто рисовать. И, опять-таки, между прочим, ребята, несколько лет назад на такой вот этапушке я приносил сюда проектор и на проекторе рисовал, показывал, как это рисуется. А сейчас я это, как видите, даже не делаю. Не потому что лень, а потому что сейчас все вы, ваши родители, достаточно компьютерно грамотные, чтобы догадаться, нажать на кнопочку включения этой программы, и догадаться, что когда в менюшке написано «Нарисовать окружность», что он действительно, если нарисую, то получится окружность. В общем, я очень советую этим заняться. Ответ верен, 60 градусов. Почему? Ну, абсолютно право, 60 градусов. Похоже, почему? Э-э-э, все, все, сто раз меньше. В сто раз меньше садится. Равные треугольники, кто может быстро отметить? Да. Это ДЦУ и ВЦХ? Нет, ВЦХ, он односторонний, я не без вас понимаю. Еще раз. Вот этот целеугольник односторонний. Это я все понимаю. Мне нужно знать вот это. Так это легко и просто уменьшить. Да. Равные треугольники, чтобы нижний валют, нужно найти величину угла ХАЙ. Пользоваться можно идеей конкурентов треугольников. Это совсем просто. На этой картинке можно увидеть треугольники, которые вам помогут работать. Программа минимум. Нарисовать картинку из доски себе в тебя. Программа максимум. Увидеть там равные треугольники. Напоминаю для тех, кто забыл условия. На сторонах квадрата. На двух соседних сторонах квадрата. Построены по внешнему сторону равносторонние треугольники. Требуется объяснить, чему равна величина угла ХАЙ. Требуется. 60 градусов. Ответ уже сказали. Его надо доказать. Я понимаю, да. Измерить можно? Да. Приводит САВ равен ДЦА. САВ, ДЦА. Ну, конечно, да. Это половинки квадрата. И что? Ну, и… Я думаю… Подумайте еще. Да. Из-за того, что треугольники… Какие треугольники? Давайте я уже их подрисую. Y, A, X. Если провести линию от Y до Y. Ну, если честно, в этом случае это нужно скорее для красоты, чем для дела. Но мне не жалко. Надо доказать, что вот этот жирный треугольник АYX является равносторонним. Как же это доказать? Мы знаем, что угол Y и X… Что такое угол Y? В вершине Y расположены аж три угла. Какой Y вы знаете? Или сумму каких вы знаете? Д, Y, C, да, знаете. Молодец. Вот этот, это называется A, D, Y, да? Да. А, D, Y. И второй? А, D, Y. А, D, Y. А, D, Y. А, D, Y. Если А, D, Y, то А, D, Y. Если… Давайте разбираться. Здесь у него сторона такая же, как квадратная. Здесь такая же, как у квадратных. Здесь, как у правильного треугольника, то есть все равно, как у квадратных. Да. Отлично. Итак, вот они. Два конкуренция треугольника. И что? Сказали равенство отрезка АX отрезка АX. Почему отрезок XY такой же длины? Вы еще один треугольник не заметили на самом деле? А, D, Y, D, Y, D, Y, D, Y, D, Y, D, Y. Для этого надо найти вот этот кругл. Кругл X, C, E. Вы считаете? X, C, E. Это 360 градусов. Смотрим. Минус вот этот, минус это, минус это, минус это, минус 60, минус 90 и минус 60. Видишь? Минус 60, 90 и 60. Умеем считать? 360 минус 60? 300. 300. Минус 90? 310. Минус 60? 150. 150. А здесь? А здесь 90. А здесь 90 плюс 60. Это тоже 150. Господа, заштрихованные треугольники, конкурентные, по простору, по причине. По двум сторонам и углу между ними. Между прочим, это не обязательно было здесь говорить. Вот про эти треугольники было не обязательно говорить. Вот почему. Потому что, если здесь 150, а здесь отрезки одинаковые, ледяные, то сумма этих углов сколько? Чтобы всего было 180. Господа, если угол вот этот 150, то здесь сумма сколько? 30. 30. Совершенно верно. Ну а если здесь 30, то сумма, ну и здесь доступ пополам, здесь 15 градусов. На самом деле вот здесь 15 градусов, здесь 15 градусов, здесь 60. Отлично. Поехали! С Продолжение следует...